МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом, мои дорогие друзья! Всего несколько дней остается до главного торжества, Песаха, в честь которого мы проводим пасхальный седр, особую вечернюю трапезу, наполненную не меняющимся в веках содержанием. Этот праздник, дорогие друзья, сугубо семейный. Правда, в нашем случае слово «семья» имеет более широкое значение. Это прежде всего дом каждого члена нашей общины, а затем наш теплый общинный дом, наша Гемайда, гостеприимно открывающая свои двери для членов нашей общины, решивших провести пасхальный седр в большой братской семье. Песах, дорогие друзья, это праздник, посвященный определению или обретению свободы, тому историческому рубежу, который перешли египетские рабы, чтобы стать свободными людьми, зависящими лишь от воли Всевышнего. Одним из самых известных вопросов, связанный с содержанием пасхальной Агады, дорогие друзья, звучит так. Почему в ней не упоминается имени Мушер Абейну? Как получилось так, что человек, который больше всех отождествляется с исходом из Египта, не упоминается в тексте, рассказывающем, конечно же, о выходе из рабства к свободе? Этому есть, на самом деле, очень много объяснений. Но сейчас я хочу поговорить о противоположном вопросе. Как в Агаду попал Лаван Арамеец? Почему нам вилять, изучать, что хотел Арамеец Лаван сделать Якову, отцу нашему? Вся Агада посвящена историю изгнания и избавления из Египта. Но история Лавана произошла примерно лет так за 10 до продажи Йосифа. Какое же отношение имеет тесть Якова к пасхальной Агаде? Начнем мы с вами с того, что это не часть пасхального повествования. И поэтому мудрецы предупредительно написали «Ступай и изучи, что хотел Арамеец Лаван сделать Якову. Отвлекись от темы Египта, с которой ты имеешь дело, и выучи нечто важное из взаимоотношений этой пары». Но как Лаван связан с историей исхода, нам предстоит ответить. Может, здесь прячется что-то более глубокое. В пасхальной Агаде мы читаем о завете между частями рассеченных животных, «Когда было сказано Аврааму, знай же, что пришельцам будут потомство твое на земле, не им принадлежащие, и будут порабощать их и угнетать 400 лет, а затем они выйдут с большим имуществом». Берешит 15, строки 13-14. Все наши прадцы знали об этом пророчестве. Авраам рассказал об этом Ицхаку, Ицхак Якову, «Но никто не знал, когда и как оно исполнится». А затем Яков попал в беду. Его брат Исав хотел убить его, и он был вынужден покинуть Кнаан и отправиться в изгнание в Харан. И поэтому Яков, будучи в изгнании у Лавана, думал, что он тот, о ком исполнится это пророчество, потому что он и его дети жили на земле, не им принадлежащей». Далее написано, «И будут порабощать их». И Яков действительно работал на Лавана 20 лет. Вдобавок к этому говорится, «И угнетать их будут». Яков сильно пострадал от Лавана. Вот как он сам описывает свои страдания. «Днем изнурял меня зной, а ночью холод, и бежал мой сон от моих глаз». Береши 31.40. В конце пророчества сказано, затем они выйдут с большим имуществом. И это произошло тоже с Яковом. Он пришел в Харан ни с чем, а ушел от Лавана очень богатым человеком, как свидетельствует он сам о себе. «С одним посохом перешел я этот Яордан, а ныне стал я двумя стадами, берешит 32.11». Итак, он продумал про себя, что может быть, кто знает, пророчество данное Аврааму при заключении завета между частями рассеченных животных уже осуществилось в нем, в Якове. Обещание Всевышнего заканчивается словами. «А четвертое поколение возвратится сюда», в Берешит 15.16. Авраам – это первое поколение, Ицхак – это второе, сам Яков – третье, а родившийся Иосиф – это четвертое поколение. «И было, когда родила Рахель Иосифа, и сказал Яков Лавану, «Отпусти меня, и пойду я на место мое и на землю мою».» Берешит 30.25. Теперь, когда родился Иосиф, преемник Яакова, который является четвертым поколением, он сказал Лавану, «Отпусти меня». И исполнилось пророчество. И теперь, когда есть четвертое поколение, можно вернуться домой. В добавление к этому нужно сказать и проанализировать стихи, рассказывающие о том, как Яаков бежал от Лавана. Мы увидим, что это очень похоже на выход из Египта. Тора описывает это так. «И поведано было Лавану на третий день, что убежал Яков». Берешит 31.22. Если только еще одно место в Торе, где используется то же выражение. «И поведано было царю Египта, что бежал народ». Шмот 14.5. «Лаван преследовал Якова, так же, как фараон преследовал сынов Израиля, когда они покинули Египет. А Лаване написано, «И взял он братьев своих с собой, и гнался он за ним семь дней пути». Берешит 31.23. «А фараон несказанно доложил он свою колесницу, и свой народ взял он с собой, и стал преследовать сынов Израиля». Шмот 14.6.8. Тора рассказывает, что Лаван догнал Якова, и настиг он его у горы Гилляд. Берешит 31.23. О том, что войско фараона достало сынов Израиля, написано теми же словами и выражениями. И погнались египтяне за ними, и не остигли их шмот 14.9. И, наконец, если посмотреть на то, что Яков был Славаном 20 лет и на 21-й год покинул Харан, то народ Израиля находился в Египте 210 лет, ровно в 10 раз больше. Раше в своем комментарии настиг «И поселился Яков на земле проживания своего отца, на земле Ханаана» Берешит 37.1 говорит, «Захотелось Якову жить спокойно. Тот час постигло его несчастье с Иосифом, вызванное раздором. Стоит праведным захотеть жить спокойно, Святой Благословен он говорит, мало праведным того, что готовлено им в мире грядущем, чтобы хотеть жить спокойно в этом мире. Яков хотел поселиться на земле, где жили его отец и дед, потому что он был уверен, что изгнание уже закончилось. И теперь пришло время четвертому поколению вернуться сюда, на эту землю. Но затем внезапно произошла ссора Иосифа с братьями, и они продали его в рабство в Египет. Действительно, страдания нашего прадца Якова в доме Лавана могли стать концом изгнания, но продажа Иосифа явилась причиной начала нового изгнания, теперь уже в Египте. Итак, Всевышний высчитал, когда придет конец рабства, и вместо 400 лет мы находились в Египте всего 210. «Могло случиться и так, что пророчество чужими будут потомство твое на земле, не им принадлежащее, исполнилось 21 годом изгнания Якова. Но грех братской ненависти привел к тому, что наши отцы спустились в Египет». Поэтому Пейсах празднуется всей семьей вместе. Это особенность, которая отличает Пейсах больше, чем любой другой праздник. Даже в первый год, когда они были уже в Египте, вся семья отмечала праздник вместе. Потому что исправление, дорогие друзья, братской ненависти состоит в том, чтобы объединиться и укрепить единство в семейном кругу. Поэтому, дорогие друзья, я призываю всех нас и всех друзей приложить усилия и отпраздновать Пейсах вместе с членами своей семьи. Все вместе, исполненные Агават Исраэль, любовью к ближнему, отметим праздник с радостью и любовью, так, чтобы искупить грех продажи Йосифа и приблизить истинное и полное избавление, которого мы все так ждем. Желаю здоровья и счастья, браха воцлаха, мир во всем мире, веселого и кошерного праздника всем нам! Ваш Равин Каплан.